Книга «Открытым оком». Вопрос 387. Тема «Святая Библия». Синодальный перевод Библии правильный? И есть ли канонизированные святые среди переводчиков этого перевода? Старообрядцы говорят, что этот перевод неправильный и не совпадает текст этого перевода со славянским. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Синодальный перевод Библии на русский язык 1876 года – один из лучших переводов Библии среди прочих переводов в Европе. Если на славянский переводили Кирилл и Мефодий, греки, для которых славянский язык не был родным, то на русский переводили четыре духовные академии в России. И переводом занимались лучшие переводчики этих заведений. Один из трех присутственных дней в Синоде был специально посвящен новому переводу, который ими тщательно сверялся и потом был отсылаем митрополиту Филарету. При переводе пользовались и славянским переводом, и еврейским оригиналом, с которого и был сделан перевод Ветхого Завета. Несколько переводов греческих – септуагинта, арабский перевод и другие труды святых отцов. Такого тщательного и осторожного подхода к переводу мир еще и не знал. Сравнивать этот перевод на русский язык со славянским может только уж вовсе не сведущий человек. Сравнивать можно только и единственное с оригиналом, а не с каким-то переводом. Славянский перевод был сделан с греческого, а не с оригинала еврейского, что нужно было делать для точности перевода. Когда переводили братья Кирилл и Мефодий, то после того, как их переводом стали пользоваться русские, этих братьев еще долго никто не считал за святых. Дошло какое-то великое дело они сделали до нас. Придет время и для слепых, кто не имеет перевода на русском языке, и они поймут, от чего отказывались. У старообрядцев нет грамотных людей, никогда не было, кто мог бы перевести с оригинала Библию. Они пользуются синодальным переводом и умничают без ума. Сами же ни одной главы не смогли за 300 лет перевести. А дьявол хитер, и с двумя и в имени Иисус пользоваться нельзя. И это дэ не каньянская. А с одной и так и не выпустили на русском языке, а значит и нет. Остались с ременными лестовками и подружниками. И так будет во веки веков. Канонизация есть дело чисто человеческое. Собрались бородатые дедушки и решают, до суда Божия, кто святой, а кто еще не святой. А на Укашинскую святые решают то причислить, то почислить, то опять восстанавливают. Так было с Ефимией Всехвальной и с Златоустом. Все это иначе, как безумие, нельзя и назвать. Кто знает, кто из переводчиков святые? И канонизация еще не означает, что он будет обязательно в раю. Иногда канонизируют через сотни лет. А где же этот человек был эти годы без канонизации?